Строг и элегантен в черно-белой гамме, но, конечно, не без изюминки. Алая бабочка на шею президента фестиваля Вячеслава Зайцева свидетельствует о том, что маэстро готов к встрече с любыми экспериментами. Праздник моды и красоты, плюс на Волге длинная палитра прошел в эти выходные. В основной конкурсный показ вошли чуть менее 30 коллекций. Наряду с уже известными модельерами, свои работы представили студенты Политехнического университета. И в этом году для них как никогда важно не ударить в грязь лицом. Наши студенты Политехнического университета, кафедра дизайна костюма и ткани, бывшая кафедра Натальи Григорьевны Мизоновой, в этом году они посвящают свое выступление как раз памяти Натальи Григорьевны Мизоновой. Мода идет в ногу со временем, а зачастую опережает его течение. Коллекция «Ласточка» сшита специально для сотрудников скоростного поезда, который стал главным событием этого года. Рабочая одежда тоже может быть необыкновенно эффектной. И за это она удостоена главной награды фестиваля – серебряного феникса. Специальным призом жюри отмечена коллекция Елены Парфеновой. Плюс мода лето – одежда для пышных женщин, которые любят себя и хотят выглядеть красиво. Сделала ее в русских национальных традициях, постаралась использовать какие-то ткани с русским рисунком, какие-то детали из национальной одежды. Я думаю, что зрители оценят. Ивановские модельеры Ксения Новикова и Дарья Растунина продолжают творить совместно с ребятами из клуба «Инвалидов Грани». Последние рисуют, а девушки-дизайнеры превращают их незамысловатые сюжеты в целые истории. На этот раз главный герой – аквалангист, счастливый обладатель подводных садов. Мы познакомим наших зрителей с прекрасным аквалангистом и его верной спутницей. И погрузим всех сегодняшних гостей на дно океана. И представим подводных жителей и такую морскую цветочную историю. Подиум – это жизнь. Самым жизнеутверждающим названием – самая трогательная коллекция показа. Алия Уросова обратилась к директору фестиваля Светлане Разиной с просьбой сшить одежду для колясочников. Модельер Ольга Голдобина взялась за нелегкую работу. И все сложилось. Серебряный феникс и наивысшие баллы судейской бригады тому подтверждение. Платья и костюмы обещают подарить демонстраторам. В восторге. Это и ткань хорошая, и учтимые все просьбы. То есть я не испачкаю рукава, например, одевается все легко. Да, очень довольна. Это их третий феникс. Команда из Донецка снова привезла блестящую по своему исполнению коллекцию 90% ручной работы. Встречайте, девушка в лавандовом. Она создана для просторов. Много воздуха, много лугов. Но это, как заметили вы, эта коллекция легко будет хорошо смотреться на девушке и в городе, и на природе. Вот, сделана из натуральных материалов. 90% лен. Много очень вышивки растительной. Фениксы достались и ивановским модельерам. Закрывала показ коллекция «Иванова стайл». Совместная работа Татьяны Клименко и Елены Ельниковой. Национальные мотивы в современной одежде, плавные линии туалетов, необычно декорированные аксессуары. Очень смелая точка 13-го фестиваля. Елена Белова, Денис Денисов, Эртова Иванова, Плёс.